В Армению и Карабах завезли трансгендеров из Атулина. А почему я так высказался, сравнив их, вы узнаете в этой статье. Во-первых, сообщу о том, что по словам и утверждению инициатора общественно-политического движения ВЕТА, на рек Маляна есть официальное утверждение о завозе и нахождении в Армении ГРУПП трансгендеров, которые в данное время в Армении занимаются активной деятельностью. Хотя им было разрешено вид на жительство на два месяца, они по истечению этого срока не депортированы до сих пор, а живут и даже занимаются трудовой деятельностью. Об этом в беседе со СМИ сказал на рек Малян. Он также в своей страничке на «Фейсбук» заявил, что из 16 приехавших из Кубы трансгендеров, 14 из них являются носителями вируса иммунодефицита человека. А правильнее сказать это носители ВИЧа. И даже один из них работает в пекарне. И эта информация, по словам Нарика Маляна, взята из официальных источников и может быть распространена. И по словам этого общественно-политического движения ВЕТА, Нарика Маляна из-за этих трансгендеров и носителей вируса ВИЧ в Армении может возникнуть эпидемия того опасного вируса. И по словам Нарика Маляна, перед государственными органами стоит задача о информировании армянского общества. Также подчеркнул, что трансгендеры находятся под высоким покровительством офиса Сороса, а в конце он сказал, что считает такое мягкое, снисходительное к ним отношение. Обусловлено также Стамбульской конвенцией сказал Нарек Малян. А для пояснения скажу, что это Стамбульская конвенция и если примет парламент Армении, то в Армении официально будет разрешено однополые браки. И возможно после этого половина и больше парламента Армении будут состоять из трансгендеров, лесбионок, гомосексуалистов и им подобных. Типа как трансгендер Лилит Мартиросян. А теперь посмотрите, до какого морального уродства достигла Армения. И когда армянам говорилось, что они не кавказцы и у них ничего нет от кавказского достоинства и чести, то многие из них обижались. А теперь пусть скажут, разве я не прав, в том, что Армения в моральном и в нравственном отношении позорит наш Кавказ. Если эти геи, гомики, лесбиенки и трансы морально разложившие, которых мы иногда и часто называем согласно их неофициальному статусу проститутками. Но страшнее их бывают так называемые политические проститутки. К которым можно смело отнести депутата Госдумы России Константина Затулина. Или просто Костя Задулин, который полностью подходит под эти названия. Дело в том, что тем, к которым он верно как пес прислуживал, отвернулись от него. При этом по словам издания газеты Армениян Репорт, заявила, что не может продажный пес Кремля быть другом армянского народа. И эти слова высказала газета в своей разгромной статье про депутата Госдумы России Кости Затулина. Противная гримаса Затулина, лишившегося кормушки в Армении, это взятый зар. Мянского ресурса Градатор. По словам армян, они столько лет его подкармливали его, и даже на деньги сочинских армян был избран депутатом Госдумы. Но после того, как Костя Задулин покритиковал новую власть Армении во главе с Пашиняном, так сразу же был назван проституткой и псом, со стороны армян. Но больше всего армян обидело и раздражало то, что как новая власть Армении перестала подкармливать этого продажного Костю Задулина. Так сразу в комсомольской правде, начал армян поучать, как армянам строить отношения с матушкой Россией. Чтобы не разозлить ее и вести себя так же, как при сиржике и робике. А армяне оскорбились и вовсе перекрыли ему финансовую подкормку. И не только ему, но и многим таким же продажным политикам из российской политического общества. Также перестал появляться в эфирах и на страницах печати так называемый военный эксперт, а на самом деле шестерка Кости Задулина, Владимир Эвсеев. Уменьшилась против Азербайджана также статьей таких же армянофилов из агентства «Регнум», как Станислав Тарасов и Модест Колеров. Видимо, и для их лживых измышлений закончилась финансовая подпитка. Но, как говорится, такие продажные псы без дела долго не остаются. И вот мы уже услышали, что Костю Задулина подобрали вновь армяне. Но не ереванские, которые выгнали эту продажную шавку, а карабахские шаки. Где на днях объявился Костя Задулин на так называемом международной конференции, проходящей в Ханкенде, Степанакерти, под вызывающим названием «Сотрудничество во имя мира и справедливости». А как понимают армяне и Задулин справедливости мир, нам понятно и ясно. По их мнению, земли Карабаха должны быть переданы армянам. Чего армяне никогда не увидят, как своих ушей. И как мы знаем, марионеточное, сепаратное правление в Карабахе больше связано с Кремлем, чем с Ереваном. А точнее с Пашиняном и его командой. И видимо не случайно в Карабахе появился такой профессиональный провокатор поджигателей верный пес Кремля, а теперь и карабахской хунты Костя Задулин. Который в последнее время исхудал. Оставшись без подпитки и жратвы нахалевной. Но теперь точно он вместе со своей шестеркой и всеевым опять округляться и станут как и раньше похожи на хрюшек. А это значит, что Костя Задулина и его продажная команда опять начнет свою живую и подлую пропаганду против Азербайджана. А новые хозяева Задулина конечно же щедро оплатят его гавканье в нашу сторону. Хотя в Ереване его не считают другом Армении. А скорее всего верным псом Кремля и прислугой интересов имперской России, но не Армении и Армян. Но как говорится, он нужен карабахской клике, которой в данное время взяла на себя содержание этого продажного пса и проститутки политической. Да-да, он политическая проститутка. Если мы знаем, что проститутки бывают из женского пола, то он говоря нашим словом киши гифписиди, а именно, мужчина прост. И тут как геи, трансгендеры и им подобные. Даже трансгендеры по своему человеческому статусу стоят выше, чем этот подлый, продажный и просто политическая проститутка, как этот Костя Задулин. И скоро все эти качества в отношении Азербайджана выльются внаружу. Но нам не привыкать и ответим словами из восточной поговорки. Что такие, как Костя Задулины, будут на нас лаять, но наш караван будет идти только вперед. Автор Габель Мирзоев